Стихотворения Тамары Потаповой очень лиричны. В каждой строке знакомые любому ребенку понятия. Веселые игры, забавы, школьные друзья, первая двойка. Все это из детства, говорит Тамара Александровна. И рассказывает о своем детстве. Помогает ей в этом ведущая Наталья Замарина. А каким человеком был ваш папа? Папа у меня был замечательный. Как каждый человек любит своего папу, я любила его не только сама, любили все мои друзья. Он был очень ласковый, очень добрый. Он учил меня читать, писать, рассказывал мне сказки. Он замечательно читал стихи. В семье Тамары Александровны царила творческая атмосфера. Папа играл на аккордеоне, этому он выучился на фронте. Мама была первой певуньей на селе. Пела даже в хоре имени Пятницкого. Маленькая Тамара впитывала в себя все самое доброе и прекрасное, что позже вылилось в стихотворение, описывающее ее детство. Вся деревня оживала, в чай и смешках на пожарах. Ведь не часто так бывало, что в старьевщик приезжал. Конечно, детство Тамары Потаповой сильно отличается от детства современных ребят. И про того же старьевщика пришлось объяснять, что это за человек был такой. Но и о сегодняшних детях пишет поэт. Вдохновение дают ей трое внучат. Это стихотворение, хоть и читали сразу несколько ребят, каждый по небольшому отрывку. Второклассница Алена Лескина решила, что оно и о ней тоже. Для меня оно особенно, потому что там по хорошей оценке. Ты тоже хорошо в школе учишь? Да. Эти ребята из видновских школ уже не в первый раз встречаются с поэтами литературного объединения имени Филиппа Шкулева. И каждый раз это что-то особенное. В объединении, говорит Тамара Потапова, очень необычные, интересные люди, у которых есть чему поучиться. И то дает все. Одно общение с такими людьми, с такими поэтами. Они впитали в себя и красоту природы, и все пишут о природе, о любви, о родине. Вот мне это очень близко. Я очень близка к ним, а не ко мне. Я сюда хожу как на праздник. А юные участники программы впитали в себя дух времени, в котором когда-то росла похожая на ясное солнышко девочка Тамара, сумевшая, несмотря на прошедшие годы, сохранить веселый нрав и детскую непосредственность. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.